всем приветики сейчас будет обзор на мою веб камеру распаковка уже было вы ее видели в чем она пришла какой был комплект а сейчас будет обзор на саму камеру на то как она работает камера выглядит таким вот образом когда она не подключена ничего не горит когда она подключена горит такой вот маленький красный светодиодик который говорит о том что камера работает ну подключена к компьютеру если у вас ничего не горит вообще значит камера и даже не подключена либо у него какие-то проблемы с проводом с usb разъем и вот светодиодик красненький говорит о том что все нормально она подключена а вот когда камера уже работает и смотрит за вами тогда загорается зелененький светодиодик с другой стороны что кстати удобно вы всегда видите по зелененькому светодиодику смотрит ли камера на вас или нет когда горит зелененький значит камера на вас смотрит ну то есть работает получать то есть зелененький светодиодик говорит о том что камера включена и смотрит как бы за вами а когда зелененький светодик выключен то значит камера не работает она просто подключена к ну то есть она подключена и готова к работе красненький говорит о том что она готова к работе а зелененький говорит уже о том что она работает вот что довольно таки удобно еще кстати удобно то что есть здесь такая вот шторка то есть вы можете просто взять и закрыть то что бывает люди переживают что вдруг за мной кто-то смотрит там пока я не знаю и вешают какие-нибудь бумажки на камеру типа я не знаю какую-то там тряпочку раз пока не использует и завесил когда использует убирает тряпочку а тут не нужно этого делать вы просто раз закрыли шторку и все а надо поговорить или ну показать кому-нибудь изображение субкамеры раз открыли что что довольно таки удобно ну камера здесь получается пластмасска и она очень быстро маркается так что если вы будете браться за нее руками она очень сильно будет быстро затираться то есть один раз стоит дотронуться и сразу здесь уже остаются пятна от пальцев что у доминки не удобно и приходится вот сейчас вот например шубку что вам ее показать нужно ее протерять тряпочка потому что она очень замаркана стоит один раз дотронуться и она уже будет вся в пятнах что довольно таки неприятно хотя когда ты пользуешься ты на это даже внимание обращаешь это вот сейчас пока записываешь обзор это сразу заметно становится сам объектив вот он там по-моему не full hd а 2k разрешение из 4k 2k и ниже full hd то есть это между 4k и между full hd 2k разрешение у камеры и причем она по моему и не выбирается там не выбирается но как-то странно выбирается но об этом потом камера может поворачиваться в любую сторону обычно мы привыкли что камера либо опускается вниз либо поднимается вверх а здесь она на таком шарике расположена что в принципе может не только вниз и вверх ночью и в бок например в один другой или в какой-то угол смотреть то есть это довольно таки хорошая штука что вы можете направить ее в любой угол то есть не только вниз и в бок а даже куда-то вообще вообще в угол куда нибудь ее поставить чтобы она смотрела то есть вы можете даже поставить не на монитор вообще в любое место может быть вы какой-нибудь там стример и вам удобно чтобы камера где-то сбоку стояла так вот в угол на вас смотрела с угла на вас там смотрела то есть будет на вас смотреть так вот но не в лицо вам а с угла как-то так вот и вы можете и так прямо поставить ровненько но повернуть на угол что удовлетки удобно не нужно там думать как какое крепление чтобы она не на углу стояла. можно и ровненько поставить где-то с края монитора и на угол он так вот будет смотреть на вас с угла. ну довольно таки удобненько. это хорошее решение. вообще у нее такое вот крепление сзади. то есть получается она на монитор ложится просто и сзади прижимается. ну сзади ничего нет. просто эта шторка если она вам не нужна в принципе можете снять вообще и будет просто камера без шторки. у меня кстати сбоку здесь вот лампа стоит и светит вот так вот в камеру и чтобы она не засвечивала я благодаря этой шторке сюда бумажку вставляю таким вот образом и закрываю. получается слева у меня лампа стоит освещает клавиатуру рабочий стол и с нее свет попадает в камеру. и чтобы она не засвечивала просто вешаю бумажку и в принципе туда свет не попадает. и таким вот образом у меня идет изображение с камерой не засвеченное. сейчас я уже выключил вспышку на телефоне и видно что объектив не освещен. а когда мы поднимаем бумажку видно что объектив весь вот он весь засвечен. ну то есть он весь такой освещенный. соответственно этот цвет попадает в камеру и в камеру идут блики. а когда бумажку опускаешь все объектив уже не освещен никаких бликов на камере нету. и ну довольно таки удобно. вот так что эта шторка даже может помочь еще защититься от лишних от лишних всяких ненужных лучей световых. ну а крепится она вот таким вот образом как я и говорил просто берется ложится на монитор и сзади сзади прижимается вот этой вот клипсой. то есть получается вот вы купили камеру ставите ее на монитор, ложите ровненько и сзади поджимаете просто вот этот язычок. уголок этот поджимаете и все. выставляете как вам нужно поджимаете и все оно держится. довольно таки легкое и простое крепление. ну и вот так вот она стоит получается. вот она ну а вот так выглядит изображение с самой камеры. собственно как оно есть. это то о чем я говорил. если убрать бумажку будет засвет. опустить засвета нету. ну вот она сейчас. вот он засвет. то что лампа смотрит прямо сюда с бумажкой засвета нету. если выключить свет то будет так. собственно без бумажки вот она лампа. включаем. ну вот так пожалуйста. смотрится изображение с вебки. ну это изображение которое максимально в нее. я еще на ней фильтрики накладываю когда транслирую. а именно могу либо коррекцию цвета такое сделать. либо наложить такое освещение. ну фильтр цветовой наложить. вот. довольно таки неплохо получается. да ну или вот такие вот фильтрики. и она кстати когда включается еще. ну это чистое изображение без всяких фильтров. когда включается она сразу яркая. а потом еще то само по себе она камера начинает темнее темнее темнее. и причем у нее настроек особо больше никаких и нету. ну то есть в вебках. в вебке обычно открываешь настройки там и там есть что то. здесь в этой вебке вообще нет никаких настроек. то есть здесь нельзя настроить не автофокус там ни яркость ничего. ну то есть только программно надо ней что-то сделать. а в ней ничего нельзя сделать. такие дела. еще кстати забыл показать как шторка работает. можно шторку опустить. опа. все. закрыли. потом раз. открываем. вот пожалуйста. или можно даже сделать другим образом. убрать вот эту шторку. и лампу направить не на монитор. как обычно у меня. а куда-то например на меня. тогда освещение будет такое. соответственно. ну тут от микрофона немножко тень. но так тогда уже совсем другое освещение будет. тогда уже по-другому становится. более так. более так ярко и интереснее становится. ну это короче надо свет. надо настраивать. если выставить правильно свет. то в принципе в принципе можно настроить как хочешь. в принципе если настроить все таким образом. то в принципе довольно таки все ярко смотрится. все видно хорошо. и как заметно. что сзади ничего не нету этих. как его называют. этих пикселей. которые бегут. обычно в темноте. когда недостаточно освещение. видно. что в темноте там такая. рябь идет пиксельная. когда все освещено. то в принципе нормально. но мне так не нравится. я обычно направляю. тем более. ну получается лампа в лицо светит. это по теме не видно. что она мне в лицо светит. поэтому я обычно направляю лампу. на перед собой. чтобы она освещала. мне здесь и клавиатуру. и стол. ну соответственно. начинает попадать. в камеру. тогда мы камеру. прикрываем немножко. о. и уже совсем. совсем другая картина получается. ну в принципе нормально видно. даже так вот. в принципе по моему. мне кажется нормально. все хорошо видно. все ярко довольно таки. по моему норм. на трансляции. если нужно проводить трансляцию. ну лично для меня. это лишнее. можно убрать. всегда. всякие бумажки. двери там. ну пожалуйста. вот тебе. все. и уже типа. hello. а вот мы. хе. ну у каждого по своему. каждый. настраивает по своему. это вообще разрешение максимальное. типа 2к. можно даже сделать таким вот образом. как это любят делать стримеры. что. с одной части экрана располагаешься ты. а с другой части экрана располагается. что-то на что. стример смотрит. ну и обычно это у них либо. либо вебка. либо слева. либо справа. находится. и. они как бы так сидят. и. смотрят. что делается на экране. и. в этот момент комментирует. какие-нибудь видосики. чаще всего. сидит стример. смотрит. и. там же. видосики. происходит. а он комментирует. ну а как расположить вебку. какой у него будет размер. это уже. решать каждому. так же и. фильтры тоже. будут ли фильтры. не будут. это уже тоже. каждый решает. сам. что там. и как оно будет. ну а я хотел бы показать вам настройки. вебкамеры. которых на самом деле и нету. то есть это мы открываем настройки. открываем настройки. и видим что. у нас есть три пунктика. которые. выделены цветом. то есть они доступны. и все остальные пунктики серые. то есть они недоступны. и вот мы видим что вот она вебкамера. и. вот ее настройки. мы перемещаем ползунок с одной стороны. полностью в другую сторону. применяем. а на вебке ничего не изменилось. также другой ползунок. перемещаем. применяем. а ничего не меняет. то есть не важно как стоят ваши ползунки. вебка на них не реагирует. хоть как бы настройки есть. но. а вебка на них не реагирует. на самом деле. и. как мы видим автоматического режима нету. я вот нажимаю. ну. но. авто не ставится. галочка нажимаешь. она не ставится. применяем по умолчанию. все сбрасывается. но. картинка не меняется. то есть. настройки вебкамеры открываются. но. ты их не можешь. ты. ну. ничего ты изменить не можешь. то есть. ты. изменить можешь. но ничего. вебка на них не реагирует. то есть. настройки. получается. и нет. выдержка. вот есть. здесь вот галочка. это доступно. мы ее убираем. ничего не меняется. передвигаем полностью выдержку в другую сторону. я так понимаю. выдержка это как. ну. скорость работы вебкамеры. ничего не меняется. передвигаем в другую сторону. ничего не меняется. короче. свойства. свойства какие-то есть. но вебка на них не реагирует. то есть. их нету на самом деле. его даже можно зайти в другие настройки. то есть. можно зайти. куда. пуск. даже это можно отключить. зайти в пуск. панель управления. а. или нет. устройства и принтеры. устройства и принтеры. и здесь вот. у нас есть. это вебка. здесь есть свойства. в которых. ничего нету. хотя. свойства. должны быть. какие-то настройки. есть. изменить ярлык. создать ярлык. встаньте по умолчанию. в стране. вернее. в стране неполадок. и. параметры. а в параметры. мы попадаем. параметры звука. ну и собственно. в звуке есть микрофон. да. в вебке есть микрофон. но он очень плохой. очень. то есть. вот они микрофоны. и микрофон вебки. он называется генерал вебкам. и вот на него можно переключиться. но. но звук с него конечно же ужасный. так. можно включить даже вебочку. вот она вебочка. и звук. 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 с вебкамеры. так. сейчас мы тогда. я отключу этот микрофон. вот они свойства кстати. генерал вебкам. и у нас здесь что. во-первых. видно что. качество. один канал всего лишь. 16 герц. не килогерц. а герц. качество аудиокассеты очень плохое значит. уровень. мы можем настроить только уровень. усиление мы не можем настроить. и уровень кстати на максимуме выкручен. ну а дальше прослушать. перед прослушиванием конечно же отключаем этот микрофон. ну и отключаем микрофон. вот камеры. так. ну как вы слышите. вот он я. на расстоянии. на расстоянии. я сейчас нахожусь перед вебкамерой. на расстоянии вытянутой руки. говорю достаточно громко. меня. я думаю там будет слышно плохо. и вот если я придвинусь. только если я придвинусь. только тогда меня будет как-то нормально слышно. но я же не буду так сидеть перед вебкой естественно. естественно я буду сидеть вот так. а так. так мне плохо. и то я должен ровно смотреть вот в микрофон. а если я там развалюсь как-нибудь. ну что. меня слышно. но. или не слышно. э. э. ты. ты меня там слышишь. не. ну на самом деле реально плохо слышно. плохо слышно. с этого микрофона. реально с этого микрофона плохо слышно. то есть чтобы с микрофона вебкамеры меня было слышно. я должен прям. ну наверно на таком расстоянии находиться и говорить. а если я на таком расстоянии нахожусь уже плохо слышно. а если я там развалюсь. то тем более меня будет плохо слышно. поэтому микрофон. ну. рассчитывать на микрофон этой вебкамеры не стоит вообще ни разу. он очень плохой. единственное. что в этой камере хорошо это изображение. и то. я вот забыл показать вам что изображение в этой камере кстати. кстати. не совсем то уж и ровное. оно оказывается. немножко скругленное. то есть вот можно обратить внимание на дверной вот этот вот проем. вообще. как бы он у меня ровный. ну естественно. но здесь видно что он такой вот закругленный. то есть. он как будто бы. ну. он как будто бы вот такой. ну. ну неровный. неровный. как это показать. неровный. а слегка такой вот он. загнутый. естественно нет. он у меня ровный. просто что. вебка смотрит. ну как. таким вот. как рыбьим глазом. вот когда в глазок смотришь. дверной. и все такое закругленное. так и здесь. у нее есть немножко вот такой вот. это называется эффект рыбьего глаза. у нее есть такой небольшой эффект рыбьего глаза. как в дверном глазке. что оно немножко закруглено. то есть. то что ровно перед ней. ну оно ровное. а то что по краям. оно вот немножко. закруглено. то есть. эффект рыбьего глаза у нее есть. Настроек камеры внутренних нету никаких Автофокус, хоть он и заявлен, его нету Вот, мы двигаем То есть в фокусе видно, что остается всегда то, что посередине То, что там дальше Если что-то приближаешь к ней, оно вот на руке не фокусируется Рука не особо четкая Не фокусируется на руке То есть автофокус, хоть он и заявлен, но его нету Настроек внутри камеры нету Можно сделать настройки над камерой То есть ОБС можно какие-то фильтры наложить Еще какими-то другими программами, которые могут наложить какие-то фильтры Изменять настройки, можно, да Но в самой камере нет вообще никаких настроек И даже автофокуса, который заявлен, нету Еще есть такая штука, что камера, когда выключаешь ее И потом включаешь Яркость, яркость падает То есть она сразу яркая, а потом яркость падает Вот Микрофон в ней плохой Так, а что еще? Разрешение Насчет разрешения я не показал Можно изменять у нее разрешение При этом При этом меняется, ну, когда и картинка обрезается А когда, а когда, а иногда она не обрезается, просто становится больше Ну вот, для наглядности я вам покажу Вот мы, на самом деле Вот она Получается вебка Вот ее настройки Свойства И вот в данный момент стоит разрешение 2К И она У меня на самом деле сейчас Full HD Ну, у меня монитор Full HD Я не могу показать больше, чем в Full HD Но сама вебка у меня, как бы Ну, растянута на Full HD И в данный момент вот она Full HD А теперь мы попробуем ей Уменьшим ей разрешение Откроем свойства вебки Вот это Full HD И уменьшим разрешение И вот видно, что вебка стала меньше Вот она меньше стала Ну, то есть разрешение уменьшилось То есть картинка осталась такая же Не обрезалась Но ее размер уменьшился Потом идем дальше Ставим разрешение уже не Full HD А ставим 720p Картинка стала еще меньше Но не обрезалась Ну, а дальше уже Свойства То Уже дальше, когда мы будем уменьшать То тогда О, то картинка уже обрезается Видно, что Часть листочка уже не видна Ну, и, соответственно, картинка стала еще Ну, картинка еще меньше стала Но она уже, помимо того, что стала меньше Она еще Ну, обрезалась Плюс Что еще? Еще можно уменьшить разрешение Для этого мы Для этого мы можем Взять Уменьшить еще раз Разрешение И получится у нас Что картинка еще уменьшится То есть это у нас Мы ставили такое разрешение Поставим такое Еще меньше И она еще меньше становится Ну, меняется там Немножко по-своему Уже стало шире Но меньше Но это с учетом трансформации Под VHD Без учета трансформации Ну, картинка будет Если 2К Она будет больше Она будет в экране власть Ну, и вот самое маленькое разрешение Картинка стала вообще Такая малюсенькая И Обрезалась снова Но это с учетом трансформации Без учета трансформации Это тогда Если сделать 2К То она даже в экран не влезет Она будет Очень большая Я могу попробовать Это, в принципе, показать Для этого мы заходим В свойства веб-камеры И делаем Трансформацию Где там у нас трансформация Сбросить Сбросить трансформацию Мне нужно И тогда Когда мы выставим Ее в Full HD Не в Full HD А 2К То тогда Она будет Очень большая Ну, вот Таким вот образом Видно, что Теперь, когда мы сбросили Трансформацию То есть она Не Изображение Не Ну Не подогнана Под Full HD А когда она свободная То она даже Настолько большое Что даже вот Не влазит Видно, что она не влазит Есть такие серенькие Такие вот Ну, тут они Серенькие полосы Это говорит о том Что изображение Не влазит в кадр Что она настолько большое Что Серенькие полосы Показывают Насколько она не влазит Вот это 2К То есть в 2К Я буду Виден только Наполовину Это, ну, то есть Реальное изображение 2К Просто я его уже Трансформацией Подвожу Под мой Full HD И она, в принципе Вся влазит Картинка А так она Вот 2К Если опять-таки Зайти в свойства Веб-камеры И выставить ей Разрешение Допустим 720 То есть если она Она уже влазит В кадр И если вы Стоять в Full HD Какое-нибудь То она Тем более Она уже как раз И будет подходить Под мой экран То есть Если вот Поставить в Full HD То она как раз Будет вот на весь экран Вот Это и есть В Full HD Но зачем В Full HD Когда можно 2К Тогда получается Ну вот То есть В Full HD Вот так вот Выглядит Даже можно Вот так вот На весь экран Это Full HD Но я Делаю Не в Full HD А делаю 2К Чтобы картинка Была Качественнее Как бы Вот она В Full HD Чтобы картинка Была качественнее Ведь чем она Ну Чем она Больше растянута Получается Она Максимальная Становится И я Ее Получается Уменьшаю И когда я уменьшаю Она становится По идее Более качественная Потому что Потому что Когда ты ее уменьшаешь Картинка становится Получается Она большого размера Ты ее ужимаешь И она выглядит Более качественно Меньше Будет Вот 2К Теперь становится Вот Я уже не влажу Но я Ее беру И Уменьшаю И 2К Вставляю В Full HD Растягиваю Под Full HD Ну и вот И по идее Так она будет Выглядеть Качественнее Потому что Ну естественно Когда большую картинку Ужимаешь Она становится Более Более Как бы Качественнее Потому что Ну любую картинку Если взять Взять даже любую фотку Ну все же знают Если взять фотку Растянуть ее То будет видно Там всякие пиксели И все такое А если уменьшить То этих пикселей Не будет видно Так и тут Если ты берешь Картинку большую И не увеличиваешь ее Где видно все пиксели А наоборот уменьшаешь То она будет Более качественнее Выглядеть Вот в том и смысл Чтобы 2К Ужать до 1080 И тогда она будет Более качественнее Выглядеть А как будет Она смотреться А как 2К Будет смотреться На 2К Я не знаю Потому что у меня Монитор максимум Положди Поэтому я не могу Посмотреть Вот Ну и собственно Вот это все Что Все что можно Рассказать Про эту веб камеру Еще я вам Хотел показать Фоточки Которые я сделал Когда только Купил эту веб камеру Прикольные получились Вот такая Я когда только Купил эту веб камеру Я сделал Такую вот Ну фоточку С нее Ну вернее Скринчик экрана Я просто Я вывел на экран И сделал Такой скринчик И вот такая Это с освещением А это я уже Выключил свет Кстати в комнате И Мне сделал Такую фоточку Двольно Таки прикольно Получилось Ну а сейчас Собственно Вот так вот Выглядит Без света Собственно Тоже можно Показать Вот так вот Без света Выглядит Так со светом Так вообще Полная О кстати Полная Это полная Тимота Кстати Ну не полная Тимота Там еще Ну на улице Не совсем темно Еще так Небольшое Свечение Сейчас вот У нас сколько 18 часов 18.20 И от монитора Свет на меня падает То есть сейчас Можно сказать Хотя вон Видно Это зал И видно в зале Что там Ну более-менее Вон светло Так что на улице Такое Вон такое Слабенькое освещение И здесь От монитора Вот так вот Видно в полной темноте Ну естественно Сразу О чем я и говорил Вон она Видна Вон она Рябь Бежит Пиксельная Рябь Такая Да вообще Везде Везде Видна Пиксельная Рябь Когда недостаточно Освещение Видна Пиксельная Рябь А когда включаешь Освещение Хоть даже Вот эта Настальная Лампа О Уже Картиночка Без рябь Без ничего Более-менее Качественная Когда включаешь Еще освещение Еще Получше Хотя так Даже как-то Интересненько Так Смотрите Так Приглушенно Темненько Так вот Хотя даже Да Даже так Немножко Интересненько Интересненько Получается Так вот Не видно Лишних Там штанов Вон валяющихся Там где-то Так даже Порой Интереснее Но естественно Чем больше освещение Любой камере Неважно Вебка Там Или камера Которую вы снимаете Чем больше освещение Тем качественнее картинка Соответственно Если у вас тут С этой Вас будет тут С этой стороны Светить лампы С этой стороны То есть Две лампы на вас Будут светить Там Задичь Что будет Подсвещено сверху Естественно У вас картинка Будет красивая А если у вас там Все выключено Мало освещения То картинка Естественно Будет не очень А так Совсем все по-другому Так что В принципе В целом Вебка нормальная Меня пока что Устраивает Получше Чем у меня была Тем что У меня была Logitech C270 Тут и картинка Более Покачественная Чем в Logitech Автофокуса Там тоже не было Единственное Что не очень приятно Это тот рыбий глаз И то что При выключении Ну и то что Настроек нету Собственно Я бы хотел бы Этой вебке Аппаратно Добавить яркости Можно программно Добавить Собственно Да Действительно С этой вебкой Все можно сделать Только программно То есть Какими-то другими Программами Ее как-то настроить А аппаратно Задать ей Какие-то настройки Там яркость Там Еще чего-то Там Автофокус Контраст Нет Такого Здесь нет Ну вот собственно Ну А на этом все Такая вот Вебочка Так что Пока